Надвигался вечер, и лавки каначиков и шорников уже закрылись, а улочка опустела. Было тепло, но на человеке был черный плащ, накинутый на плечи. Он обращал на себя внимание. Путник остановился перед трактиром Старая Преисподняя, постоял немного, прислушиваясь к губу голосов. Трактир, как всегда, в это время был полон народу. Незнакомец не вошел в Старую Преисподнюю, а повел лошадь дальше, вниз по улочке к другому трактиру поменьше, который назывался Улиса. Здесь было пустовато, трактир пользовался не лучшей репутацией. Трактирщик поднял голову от бочки с солеными огурцами и смирил гостя взглядом. Чержак все еще в плаще стоял перед стойкой твердо, неподвижно и молчал. — Что подать? — Пиво, — сказал незнакомец. Голос был неприятный. Трактирщик вы... Че с артом? Трактирщик вытер руки полотняным фартуком и наполнил щербатую глиняную кружку. Незнакомец не был стар, но волосы у него были почти совершенно белыми. Под плащом он носил потертую кожаную куртку со шнуровкой у горла и на рукавах. Когда сбросил плащ, стало видно, что на ремне за спиной у него висит меч. Ничего странного в этом не было. В Изиме почти все ходили с оружием, правда, никто не носил меч на спине, словно лук или колчан. Незнакомец не присел к столу, где расположились невногочисленные посетители. Остался у стойки, внимательно изучая взглядом трактирщика. — Ищу комнату на ночь, — проговорил он, отхлебнув из кружки. — Нету, — буркнул трактирщик, глядя на обувку гостя, запыленную и грязную. — Спросите, и он в старой преисподней, у Константина. — Я бы хотел здесь. — Нету. Трактирщик, наконец, распознал выговор незнакомца, ревиц. — Я заплачу, — тихо и как бы неуверенно сказал чужак. Тогда-то и началась эта паскудная история. Рябой верзила, с момента появления чужака, не спускавший с него угрюмого взгляда, встал и подошел к стойке. Двое его дружков встали, шагав в двух позади. — Ну, ***, мать, ну нету же местов, шпана ревская! — гаркнул Рябой, подходя к незнакомцу вплотную. — Нам тут, а вы зиме, такие ни к чему! Это порядочный город! Незнакомец взял свою крючку и отодвинулся. Незнакомец взял свою кружку и отодвинулся. Взглянул на трактирщика, но тот отвел глаза. Он и не думал защищать ревийца. Да и кто любит ревийцев? — Что не ревийц, то ворюга! — продолжал Рябой, от которого несло пивом, чесноком и злобой. — Слышь, что говорю, недоносок! — Не слышит он, уж это дерьмом забил! — промямлил один из тех, что стояли позади. Второй захохотал. — Плати и выматывайся, ***, ***! — рявкнул Рябой. Только теперь незнакомец взглянул на него. — Пиво допью. — Мы тебе подмогнем! — прошипел Дилда. Он выбил у ревицы кружку и, одновременно схватив одной рукой плечо, впился пальцами другой в ремень, пересекающий наискозь грудь чужака. Один из стоявших позади размахнулся, собираясь ударить. Чужак развернулся на месте, выбив Рябова из равновесия. Выбив Рябова. Чужак развернулся на месте, выбив Рябова из равновесия. Меч свистнул в ножнах и коротко блеснул в свете каганцев. Пошла ку-тюрьма, поднялся крик. Кто-то из гостей кинулся к выходу. С грохотом упал стол, глухо шмякнулась оппол глиняная посуда. Трактирщик, губы у него тряслись, глядел на чудовищно растеченное лицо Рябова, а тот, вцепившись пальцами в край стойки, медленно оседал, исчезал из глаз, будто тонул. Двое других лежали на полу. Один не двигался, второй извивался и дергался в быстро расплывающиеся темные лужи. В воздухе дрожал, ввинчиваясь в мозг, тонкий и стошный крик женщины. Трактирщик затрясся, хватил воздуха и его начало рвать. Незнакомец отступил к стене. Сжавшийся, собранный, чуткий. Меч он держал обеими руками, водя острием по воздуху. Никто не шевелился. Страх, как холодная грязь, облепил лица. Связал члены, заткнул глотки. В трактир с шумом и лязгом ворвались трое стражников. Видимо, находились неподалеку. Обернутые ремнями палицы были наготове, но, увидев трупы, стражи тут же выхватили мечи. Ревейц прильнул спиной к стене, левой рукой вытащил из-за голенища кинжал. — Брось! — рявкнул один из стражников дрожащим голосом. — Брось, бандюга! С нами пойдешь! Второй толкнул стол, мешавший ему зайти ревейцу сбоку. — Жми за людьми, чубчик! — крикнул он тому, что стоял ближе к двери. — Не надо! — проговорил незнакомец, опуская меч. — Сам пойду. — Пойдешь! Пойдешь, сучье племя! Только на веревке! — заорал тот, у которого дрожал голос. — Кидай меч! Не то башку развалю! — Ревейц выпрямился. Быстро перехватил меч под левую руку, а правой, выставив ее в сторону стражников, начертил в воздухе сложный знак. Сверкнули набивки, которыми были густо покрыты длинные по самые локти манжеты кожаной куртки. Стражники моментально отступили, заслоняя лица предплечьями. Кто-то из гостей вскочил, другой помчался к двери. Женщина снова завопила. — А-а-а! — дико, пронзительно. — Сам пойду, — повторил незнакомец, повторил незнакомец с звучным металлическим голосом. — Сам пойду, — повторил незнакомец с звучным металлическим голосом. — А вы трое впереди. Ведите к Ипату, я дороги не знаю. Конец главы.